Специальная военная операция под таким названием в Карачаево-Черкесии открылась музейная экспозиция, посвященная СВО. Она проходит в Музее истории, церкви и казачества Никольского собора Черкеска. Подробности у Али Баташева. Все наши герои на фронте не разделяют ни национальность, ничего. Мы все братья. И мы должны остаться братьями не только на фронте, но и в мирной жизни. На стенах портреты 22 наших земляков, погибших в специальной военной операции. Разного возраста, национальности и веры. Ушедшие из жизни, но не преданные забвению. Среди экспонатов личные вещи бойцов, военная форма и даже трофеи обмундирования армии ВСУ. Решение подготовить экспозицию, посвященное СВО, было принято в январе этого года. Духовенство собора выделило дополнительное помещение. Прихожане храма и родственники погибших воинов собрали средства. А общество «Царьград» занялось дизайном проекта, обустройством нового зала и сбором экспонатов. Мы открываем новую экспозицию. Третья у нас есть уже церковная и казачья экспозиция. Мы открываем экспозицию «Специальная военная операция». То есть экспозиция в целом посвящена сохранению памяти о погибших. Вот на стенах у нас 22 человека. Это не все. Повесим мультимедиа-телевизор, где будем собирать данные о погибших и размещать их уже в электронном виде тоже. Среди первых посетителей экспозиции множество родных и близких бойцов Карачева-Черкесии, погибших в СВО. Вдова участника спецоперации Сергея Емельяненко Оксана Рулева рассказала о том, как ее муж, доставляющий гуманитарные грузы в зону спецоперации, рискуя жизнью, стремился помогать нашим бойцам. Она поблагодарила всех, причастных к созданию этой экспозиции. Всем тем, кто сегодня создал этот на самом деле памятный момент, где мы можем прикоснуться к своим мужьям, сыновьям, отцам и детям. Вспомните их доброе, теплое слово. Увидите глаза. Вспомните плоту их рук. Мы свидетельствуем словами патриарха, что они пребывают в раю, в Царстве Божьем. В этом не сомневайтесь. И здесь они тоже продолжают свое служение, чтобы нас вдохновлять здесь, в своей родине, в своей вере, служить честно, служить самопожертвованием. Кстати, один из экспонатов – маскировочная сеть, которую сплели для нужд СВО добровольцы Никольского собора. А еще дети помогают бойцам молитвами, письмами и рисунками. Родная сестра участника СВО Владислава Пулина Елена Ефимчук прочитала стихи своего погибшего брата. А Россия их помнит и верит. Богородица пусть их хранит. Воин духа, коварного зверя, как Георгий копьем победит. Вы знаете, этот стих, когда читаю, у меня слезы на глазах. Я воспитываю своих детей, я работаю воспитателем в детском саду. Я прививаю то, что нужно любить свою родину, нужно защищать свою родину, нужно беречь свою родину. А родина – это не только наша семья, это вся наша великая Россия. На мероприятии представители общества «Царьград» выразили надежду, что инициатива создания выставок и музеев, посвященных специальной военной операции, найдет поддержку органов власти и населения городов, районов республики. Али Баташев, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия.